Шестой день моего путешествия по Грузии. Я нахожусь в Телави. Это столица Кахетия, расположена на пяти холмах, высота 820 метров. Здесь винные заводы, самый урожайный район Грузии считается. Отсюда я поеду в Амаля. Это высота около 3000 метров, а тут должны открываться потрясающие виды. Дорога всего 69 километров, но она занимает 5 часов. Маршрутками из Лагудехи я добрался до Квенмо Алване, что стоило 5 долларов и заняло около двух с половиной часов. В Нижних Алване шустрый водитель джипа Арчи за 50 лари 21 доллар. Очень торопился по горной дороге доставить меня в пункт назначения. Я поднимаюсь на высоту 3000 метров Амаля. 50 лари это стоило, но судя по этим видам, доплачивать надо мне за то, что я здесь еду. Попался хороший водитель Арчи. Мы куда-то торопимся, встретимся наверху. Всю дорогу я только и думал о том, как часто они проверяют тормоза, потому что перед резким поворотом мы обязательно набирали скорость и дальше все зависело только от них. Тем временем горные пейзажи захватывали дух, поражали обилием зеленых красок. По пути часто можно было встретить места с чистейшей горной водой. Также в дороге нам попался смелый путешественник на велосипеде, который решился преодолеть столь непростой путь в одиночку. Горы избавляют от суеты, дарят ясность и покой. В горах на первое место выходят простые ценности. Вам тепло, вы сыты, рядом находятся надежные люди и вам уже хорошо. Процитирую стихотворение отрывок Юлии Вихаревой. «Там можно быть собой и говорить не в тему, и высказаться вслух себе же самому. Ты просто человек, свободный от системы, и мир тебе не враг, и ты не враг ему». Прибыв на место, я удивился здесь обилию гостевых домов, цены в которых доходили до 50 долларов за ночь. Пока искал вариант подешевле, познакомился с местным колоритом, ребятишками, катающимися с горы. Вспомнил, как подковывают лошадей и создалось впечатление, что все осталось таким же, как и сотни лет назад. «Наконец-то я прибыл на место, но чуть-чуть дальше была возможность приехать. Справа от меня, вот там за той белой сопочкой находится Чечня и слева тоже, вот там за белой горой, если видите, находится Дагестан. Вот такая вот уникальная точка горы и вечер шестого дня моего путешествия». «Я прибыл в пункт назначения, снял госхаус, и это стоило мне 30 лари, а вместе с завтраком и ужином еще 20, всего 50, и здесь потрясающие виды, я опять встретил очень интересных людей. Будем наслаждаться природой». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова